Здравствуйте, ребята! Продолжаем наше занятие. И сегодня мы продолжим тему неравенства. Дается неравенство х в квадрате минус 2х плюс 1 меньше нуля. Первый шаг приравняем к нулю. У нас получается с вами квадратное уравнение. Находим корни. Вычислим дискриминант 4 минус 4. Итак, дискриминант у нас равен нулю. И мы с вами говорили, что если дискриминант равен нулю, то уравнение имеет один корень. Но мы на прошлом уроке заметили, что уравнение имеет 2 равных корня. Итак, х1 и х2 у нас равняется 2 делим на 2, будет единица. То есть у нас 2 равных корня равны единице. Другими словами, это один корень. Как это отражается на неравенстве? Смотрите очень внимательно. Так как у нас получается 2 равных корня, что происходит у нас на числовом луче? У нас получается 2 равных корня. То есть один промежуток вот так у нас выдавлен. Если мы определим знак, допустим, берем число 0, подставляем сюда, в этом промежутке у нас будет иметь знак плюс. Далее тут минус, здесь плюс. Обратите внимание, этого промежутка нету, его выдавили. Тогда у нас ответ будет, обратите внимание, меньше нуля. Если у нас промежуток меньше нуля, только вот в этой точке. Но так как неравенство строгое, единица не входит в ответ. Итак, решения у нас нет. Так, запишем. Нет решений. Неравенство не имеет решения. Следующее. х в квадрате минус 2х плюс 1. Первый шаг. Приравниваем к нулю. Опять у нас получается квадратное уравнение. Решаем его. Найдем дискриминант. И мы видим, что дискриминант у нас тоже равен нулю. Найдем корень. Корень у нас равен единице. Как у нас будет вести себя наше неравенство? Отметим число на числовом луче, единичку. Неравенство не строгое, значит, точка у нас входит. Итак, мы помним, что у нас здесь один промежуток. Вот его выдавили, такое ушко. Второй шаг. Определим знаки. Взяли 0. Подставили. В этом промежутке у нас знак плюс. В этом ушке был минус. Дальше плюс. Теперь нам надо записать ответ. Смотрим. Меньше либо равно нуля. Меньше нуля – это тот промежуток, где у нас знак минус. Его нет, его выдавили. Но зато в точке 1 у нас как раз неравенство имеет значение 0. Итак, ответ. Х равен единице. Следующее неравенство. Х в квадрате минус 6х плюс 9 больше нуля. Первый шаг. Приравниваем к нулю. Найдем корни. Что у нас получается? 36 минус 36. И опять дискриминант равен нулю. Значит, у нас получается один корень. Или мы с вами знаем, что это два равных корня. Значит, у нас корень равен 3. Отметим на числовом луче. Неравенство строгое. Значит, точка… Корень у нас точка выколотая. Определяем знак. Взяли 0. Здесь у нас плюс. Плюс. Тут у нас вот ушко выдавили. И смотрим. Больше нуля. Какой промежуток у нас имеет знак больше нуля? Вот эти два промежутка. Запишем ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до 3. Обратите внимание, тройку мы выкололи. И от 3 до плюс бесконечности. Продолжаем решать наши неравенства. Итак, смотрим на задание. х в квадрате плюс 2х плюс 7 меньше нуля. Первый шаг. Приравняем к нулю. И попробуем найти корни. Дискриминант равен 2 в квадрате минус 4 умноженное на 7 равняется 4 минус 28. И дискриминант у меня равен минус 24. Минус 24, то есть дискриминант отрицательный. А если дискриминант отрицательный, корней уравнения не имеет. Как происходит с неравенством? Итак, дискриминант отрицательный, корней нет на числовом луче. Это значит вот такой один цельный промежуток. Давайте определим знак. Возьмем 0. Подставляем сюда. И у нас в этом промежутке знак будет положительный. А нас просят ответ записать меньше нуля. То есть отрицательные значения. И мы смотрим, что на всем промежутке отрицательных значений нет. Значит, решений нет. Ну или нет решений. Следующий пример. Мы видим опять неравенство. Делаем все точно так же. Приравниваем его к нулю. И найдем корни. Посмотрите, уравнение такое. Ой, неравенство точно такое же. Только тут у нас было меньше нуля. А здесь нас просят найти больше нуля. При нахождении дискриминанта у меня получается дискриминант отрицательный. То есть корней для уравнения нет. Что это значит для неравенства? Это значит, что у меня тут знак плюс. На всей числовой прямой все значения принимают положительные. Просят найти ответ для положительного значения. А у меня на всем числовом луче положительные значения. Значит, ответ х принадлежит от минус бесконечности до плюс бесконечности. То есть все значения. А теперь, ребята, мы рассмотрим рациональные неравенства. Итак, х-2 деленное на х-3 больше либо равняется нулю. Решаем таким способом. Найдем нули числителя и нули знаменателя. Нули числителя мы числитель приравниваем к нулю. Найдем нули знаменателя. И мы знаменатель приравняем к нулю. Знаменатель у нас равен 3. Отмечаем эти числа на числовом луче. Но обратите внимание, числитель у нас неравенство не строгое. Числитель у нас входит. Значит, число 2. Эту точку мы закрашиваем. А знаменатель у нас не входит. То есть знаменатель нулю равняться не может. На ноль делить мы не можем. Итак, отметили промежутки. И чтобы найти значения, какие принимают, мы возьмем число ноль. Он лежит, ноль у нас находится в этом промежутке. Итак, подставляем сюда. Ноль сюда подставляем. У нас значение будет минус. Здесь подставляем ноль. Будет плюс. И минус на плюс даст нам минус. В этом промежутке минус. Дальше плюс. Снова минус. Больше либо равняется нулю. Х принадлежит. Больше либо равняется нулю. У нас вот лежит здесь. Итак, от 2 до 3. 2 входит, 3 не входит. Следующее неравенство. Усложняется. Справа двойка. Что делаем? Переносим 2 влево с противоположным знаком. И уже сравниваем с нулем. Следующий шаг. Находим общий знаменатель. Общий знаменатель у нас будет х минус 6. Запишем. Обратите внимание. У нас здесь знак минус. Значит, при умножении у нас знаки должны поменяться. И опять у нас получилась дробь. Давайте приведем подобные. Получилось практически такое же неравенство. И делаем аналогично. Находим нули числителя. Минус х плюс 8 равняется нулю. х равен 8. И находим нули знаменателя. х минус 6 равняется нулю. х равняется 6. Давайте посмотрим на числовой луч. Неравенство строгое. Значит, точки выколоты. Определим знак. Возьмем ноль. Ноль у нас лежит в этом промежутке. Подставляем ноль. В числителе будет значение положительное. В знаменателе будет отрицательное. Плюс на минус дает мне минус. Итак, в этом промежутке минус. В следующем плюс. Дальше снова минус. Просят нас найти промежуток, где меньше нуля. Записываем ответ. х принадлежит от минус бесконечности до 6, круглая скобка. И от 8 до плюс бесконечности. Вот у нас ответ. На этом наш урок заканчивается. Всего доброго. Продолжим эту тему на следующем уроке. Продолжим эту тему на следующем уроке. Продолжение следует...